И всем привет! Вы на канале Токовка ТВ! И сегодня я буду распаковывать вот такие вот пакетики, как включить дракона Мистери Дрэгон, или как называется Мистический Дракон. Очень интересные пакетики, и сегодня мы их будем распаковывать. Из этой коллекции у меня есть уже три дракона, но именно не из пакетиков. Из пакетиков у меня есть Гроза Крыльчик, вот он, красавец мой. И еще у меня есть два дракона, это конечно же Беззубик, такой красивый. И еще у меня есть вот такая вот красивая Дневная Фурия, вот она, красавица такая. И сегодня я буду распаковывать еще вот таких вот зимних дракошек. Ну что ж, и давайте начинать! Я возьму этот пакет, и посмотрим, что он тут попадется. Я даже не знаю, что он мне попадется. Так, так, так. О! Что там попадется? Вау, ребята, мне попался редкий Беззубик! Мне попался редкий Беззубик, ребята, вау! Вау, вау, а ты редкий Беззубик! Ребята, смотрите, какой он красивый, ты редкий Беззубик! Поставьте лайк обязательно! Я не знала, что он мне... О, Господи, вы посмотрите, это вот тот же самый Беззубик! Ух ты, ультареткий! Ультареткий! Я сдерживаю саму себя, потому что это... Это... Аааа, просто! Ух ты, какой он няшечка! Он весь такой, как... Как металлический, я так скажу, чтобы просто... Я не знаю, как его назвать. Вау, крутой! Круто! Так. Кстати, надо вот будет проверить, может он под вот этим вот ультрафиолетом меняться. Мы это обязательно посмотрим в конце видео с каждым строком. Давайте его еще посмотрим. Такой хвост у него. Он весь одного цвета. Вот у него шипчики идут. Хвост, крылья, лапки. И вот его морщик. Он не раскрашен, так как он полностью такого цвета. Очень красивый. Вот первый дракон. Давайте теперь возьмем вот этот пакетик. Не знаю, что здесь попадется. Я, честно, даже не смотрела, я не знаю. Ух ты, еще одна дневная пуля. Какая миласка! Еще одна. Ух ты, ух ты. Она такая белая. Она такая белая. Логично. Ух ты. Мы, кстати, тоже проверим, может ли она осветиться. Вроде у нее должны крылышки просвечиваться. Я, честно, не знаю. По идее, должны. Ух ты, какая миласка, миласка! И я, кстати, рада, что у меня попалась повторная дневная фулия, потому что я вам потом скажу, зачем она мне нужна. Давайте ее рассмотрим. Это голубоглазое создание. Беленькое все. Красавица, красавица. И, как я поняла, у всех драконов из этой серии, вот смотрите, у меня есть дневная фулия. Она тут такая более... Ой, я забыла, как это слово называется, но... Это... Гламурная или не гламурная, она... У нее тут, если заметить, у нее такой, как вот, блестки, как она отблесок такой. Вот это она просто чисто белая. Да, они отличаются, я знаю. Так. Давайте положим нашу старенькую, так скажем. Ух ты. Да, прикольная. Вот давай иди к Беззубику. Вот уже у нас стоит парочка. Так. Теперь давайте возьмем следующий пакетик. Ух, мне уж не стерпится посмотреть, что мне попадется. Так, открываем аккуратненько. Так. Это Кривоклык. Утись мой, здесь мой. Вы посмотрите, какой он няшный. Ух ты, какой клевый. Няшный. Ух ты. У меня его еще не было. У него такие черные рожки. Крылышки. Такой хлебец спинный. Сам он красный. Тут такое желтенькое пузико. Клычки. И вот такие глязки. У Теняса. Дайте его поставим сюда. Вот. Они у меня все тут стоят. И возьмем следующий пакетик. Давайте же его откроем. Кто нам тут попадется? Вау! У меня попался еще один редкий. Господи. Господи, как я рада. Я думала, у меня Беззубик попадется или что-то такое. Вау. Два редких. Это супер. Это класс. Кто не видит, там класс. Это я просто добавила. Вау. Вау. Прикольно. Хорошо. Ладно. Давайте теперь посмотрим, кто нам в следующем пакетике попадется. Ну, потому что я про него рассказывать ничего не буду. Так как он вроде, ну, точно такой же, как этот. Поэтому, как бы, смысла, особливо нет рассказывать. Давайте возьмем еще один пакетик. И посмотрим, кто же подлятчится в этом пакетике. Так. И кто же у меня тут. Это, это такой, это, это такой Беззубик. Вау. Вау. Это, это Вау. Господи. У меня все такие, знаете, они не злые, просто у меня все такие Беззубики. Знаешь, я тебя убью. А этот, я знаю, я хотела очень повторного Беззубика, и это, 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 это совершилось. И мне такой Беззубик очень нравится. Теперь я знаю, что с ними делать. Ну, давайте его сюжет рассмотрим. У него хвост отличается. Шипчики. Шипчики. О, шипчики. Господи, какие приятные шипчики. Лапки. Крылышки, кстати, которые просвечиваются. Просвечиваются, что я говорю? И вот такая милая мордочка добрая у Тиняса. Ну, вы посмотрите, ну, как можно не любить такое создание? Прикольный Попас и Беззубик. Круто, я такого хотела. Дайте его поставим сюда. И перейдем к последнему пакетику. Что же, мне тут попадется? И кто мне тут попался? Вау. Крушиколов. Ух ты. Господи, какой прикольный. Ух ты ж. Вау. Вау. Господи, какой няшный и крутой. Ой, я просто не могу держать эмоции. Вау. Он зеленый такой красивый. А вот этот хвост это антистресс. Знаете, о, как приятно. Светлый хвост. Ух ты, крылышки. Мордочка. Лапки. О, господи. И я ошибусь, это не последний пакет. У меня есть еще пакетик. Извините, ребята. И давайте посмотрим, что же тут. Давайте. Ииии. Кто тут у нас попался? Сарделькин. Сарделька. Я знаю, что она не сарделька, она сарделька. Утенесочка какая. Знаете, такая есть, я не знаю, как сейчас, есть такая игра, где такое такое, круглое такое создание Пэтмена вроде. И вот смотрите, она такая, знаешь, хорошенькое, толстое сердечко. Простите, если я называю ее толстым, просто она толстенькая же. Это просто, если что, такая няшная. О, я люблю таких пухленьких. Такая зеленоглазая, ой, зеленоглазая, конечно, желтоглазая, колечневые крылышки, такой, рот прям можно, да, такой, да, вообще, мода прям, такая пасть, а-а-а, прям. Белые зубки хорошо прорисованы, такие точечки везде, прикольные, вот, ну, не знаю, просвечивается, ну, под вот этой штукой, наверное, проверим. И вот такая коллекция няшечек-дракончиков у меня получилась за это видео. И я хочу сказать, ребята, я вас немножко обманул, на самом деле, я знала, какие драконы попадаются, так как я же говорила, что сзади всегда написано. Например, Крушеголов, я знала, что попадется, вот его пакетик. Я знала, что попадется Сарделька, вот ее пакетик. Но вот я, а, подождите, да, я знала, что попадется беззубик, вот этот я его хотела как раз очень. И я знала, что попадется Дневная Фури, так как я ее тоже очень сильно хотела. Я знала, что попадется, Катя такая сейчас, знаете, сейчас-ка я буду все время говорить. Я знала, что попадется еще один беззубик, это я честно знала. Но я, вот смотрите, вот этот пакетик, давайте присмотримся. Если вы такой же человек внимательный, как я, вы должны видеть, тут написано Барс и Вепрь. Барс и Вепрь это двухголовый дракон, у него две такие головы, он тоже зеленый, прости, он тоже зеленый. И мне вместо него попался Кривоклык. Сразу говорю, я Кривоклык, конечно, тоже рада, но я хотела Барс и Вепря. Я, наверное, покажу этот пакет, покажу, чтобы мне обменяли. И сейчас как небольшое такое обращение к детскому миру, потому что я это в детском мире, кстати, все покупала. Пожалуйста, проверяйте, какие у вас игрушки, потому что ребенок хотел Барса и Вепря. А вы детский мир взяли и просто подсунули другого дракона. Друг мы не хотели, его, конечно, Кривоклык прикольный, но я не хотела Кривоклыка. Это просто такой небольшой, как к заводчикам-производчикам. И, кстати, вот смотрите, у меня тут написано Дневная Фурия, это тоже как ошибка. А вместо Дневной Фурии, ну, я знала, что тут ошибка, потому что тут было исправлено где-то. Короче, и тут должен был попасть вот этот дракон. То есть, а написано было Дневная Фурия, но мне потом сказали, что там ошибка. А вот по поводу Кривоклыка мне никто не сказал. Слава Богу, что у меня попалось два ультра-летких, я хочу этому рада. И давайте сейчас проверим, как они светятся. Ребята, вот я не знаю, видно вам, я сейчас поднесу. Сейчас, подождите, мне просто не очень удобно. Он просвечивается, у него крылья светится, я вам покажу сейчас. Тут вот видно немножко, и вот тут вот, смотри, сейчас я отогну ему крыло. Отогну крыло, что? Вот, сейчас, подождите минуточку. Вот, видите, у него тут вот это вот крыло, за которое я держусь, оно светится. Тут такие вот волны. Морода у него не светится, у него больше ничего не светится, кроме крылышек. Сейчас, вот видите, вот это крыло. Так, крошеколов у нас светится. Теперь давайте попробуем сардельку. Сарделька у нас не просвечивается. Вау, ребята, смотрите, как беззубик просвечивается. Вау. Вау. Смотрите, как у него тут еще на мордочке светится. Да, у него тут еще морда немножко светится, но... Так, вроде светится. Прикольно. Смотрите, а вот эта дневная фури, она не просвечивается. То есть, вот я свечу, а она никак не реагирует. Редкий беззубик, как я тоже поняла, он не просвечивается. Он просто вот такой вот, безумик. Он не светится, а жалко. А вот клевоклык, который ко мне по ошибке попал, он просвечивается. Только я сейчас вам покажу, как у него пузико не светится. У него крылья светятся. Сейчас вам покажу, как сейчас. Подождите. Вот они, вот тут точно видно, вот что крыло меняет вот цвет. Ну, или они не просвечиваются. Но что-то с ним происходит точно под влиянием этого огня. И вот что мне, ребята, попалось. Вот эти вот драконы. Ну, вот что мне попалось. Вот такие вот игрушки. Я знаю, конечно, не очень видно. Это просто камера немножко вот такая. Ну, вот я вам покажу. Это драконы вот эти. А, вот этот не попался мне. Это мне крючеголов попался. Вот ошибка, ошибка. Вот он. Крючеголов. Честно скажу, из тех этих мне очень сильно понравился беззубик. Обычный такой светобеззубик, но он очень крутой. И еще я, конечно, очень рада, что мне попался редкий беззубик. И не один, это вдвое лучше. Ну, чему я расстроена и с чем я буду милиться. Это с вот этим крылокликом. Точнее, не милиться, а пойду и верну. И чтобы мне дали барсиве принормального. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok